Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев подписал план по этапного снятия ограничительных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Чувашии. В нем конкретно расписано, когда и при каких условиях можно рассчитывать на смягчение ограничительных мер. Об этом и многом другом говорили на заседании оперативного штаба. Если в некоторых районах ситуация стабильная, как, например, Красноармейском и Канажском районах, то в других более чем тревожная. Так Ядрин, Батрево и ряд других муниципалитетов остаются в красной зоне уже продолжительное время. Значит, делает вывод Олег Николаев, профилактическая работа здесь ведется недостаточно. Нарушителей надо жестко наказывать. Беспокойство вызывает результаты мониторинга торговых центров и предприятий республики. Оказалось, что некоторых из них боролись с вирусом только на бумаге. То есть работа велась формально. И цифры это подтверждают. В Чувашской республике соблюдение коронавирусной инфекции составляет 164,6%. Однако в ряде районов этот показатель превышает средневесомбурганские образы. В городе Ядрин 81 случай зарегистрирован. И на 100 тысяч населений это почти 1% от всего населения, проживающего в городе. Чтобы стабилизировать обстановку, по поручению в Рио главы региона в республике создадут специальные опер-группы, которые будут обучать и помогать руководителям в борьбе с пандемией. Все в наших руках. Насколько мы с вами эффективно сейчас в эти дни поработаем, настолько мы быстрее были из этой тяжелой ситуации. Реально ситуация, можно сказать, в целом под контролем. Но для того, чтобы переломить ситуацию, нужно еще поднапрячься. Нужно собрать силу в полах. И тогда реально мы можем уже в ближайшую неделю выйти на те показатели, в соответствии с которыми мы можем начинать снимать режимы обновлений. Дополнительные страховые гарантии медработникам утверждил президент России. Речь идет о компенсациях медикам, которые заразились COVID-19 во время исполнения своих трудовых обязанностей. Оснований для задержек с выплатами нет. Все, кому положено, получат их в срок, отметил Олег Николаев. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Достаточно.